Постановлением президиумов ЦИК 5 февраля 1935 года в составе Калининской области был образован Великолугский округ с центром в городе Великие Луки. В это время создаются окружные органы государственной власти и управления, в том числе Великолугский окружной комитет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. Для размещения окружных органов и учреждений и организаций необходимы были дополнительные площади. Встал вопрос о строительстве административного здания Дома Совета. На 1936 год госпланом РСФСР были определены объекты коммунального строительства по городу Великие Луки, в том числе Дом Совета, проект которого был утвержден Наркоматом коммунального хозяйства РСФСР 4 января 1936 года. На заседании президиума Великолугского округа с полкома 31 января 1936 года рассматривался вопрос о подготовке к строительному сезону в городе. В этом году было решено организовать в Великих Луках строительную ухозрасчетную контору «Велстрой» с самостоятельным балансом и передать ей объекты, в том числе начало строительства Дома Совета. Президиум Росполкома утвердил также решение Великолугского горсовета об отводе строительных площадок для Дома Советов на площади Ленина. Освобождались все помещения, подлежащие сносу, переселялись проживающие в живых зданиях, находящихся на стройплощадке Дома Совета. А освобождаемые площади предназначались для размещения стройконторами. По берегу реки организовывался склад стройматериалов, для чего освобождался гараж обл.потребсоюза у здания бывшей церкви. Можно сделать вывод о том, что местным закладки Дома Советов определялась территория комплекса бывшей Троицкой церкви. Великолугскому горсовету поручалось приступить к разбору церкви путем взрыва и путем разбора. На слайде представлен план площади Ленина до постройки Дома Советов. Подктируем указано место постройки объекта. Точной даты строительства главного административного здания Великих Луг установить не удалось. По выявленным из архивных документов информации от 31 марта 1936 года проект письмета Дома Советов должны быть представлены в округ через 2-3 дня по получению рабочих тертиджей и сметы будет немедленно приступлено к строительству Дома Советов. В постановлении Президиума Великолугского окрасполкома от 23 апреля 1936 года о финансировании капитального строительства подведомственного окрасполкома на 2 квартал 1936 года было утверждено административное строительство Дома Советов в городе Великие Лугли. В ведомости строительных материалов по стройконторе Велстрой на 1936 год необходимые для строительства объекта Дома Советов были указаны кирпич, камень, грань, песок, цемент, лес круглый и лес пионый, а также навесы и ручки дверные и оконные, замки в лесные, белево-тертые, сурик, свинцовый, охра. Поставку кирпича для строительства осуществляли Великолугские кирпичные заводы, белыми материалами снабжал местные лесозаводки пролетания. На совещании председателя Горсоветов и заведующих отделами коммунального хозяйства по благоустройству городов 21-22 мая 1936 года сообщалось, что строительство Дома Советов полностью обеспечено кирпичом и камнем для фундамента. С началом строительных работ на объекте возникла проблема. Выявилась необходимость производства работ по укреплению грунта, не предусмотренных проектом смены строительства. Забивка свай. Подпевывались дополнительное финансирование. 15 в день 1936 года в адрес проектной конторы ГОС и Гражданстроя был выслан журнал крупной забивки сваи на площадке строительства Дома Совета в городе Великолюбке. На совещании строительной комиссии при Укрсполкоме от 8 июля 1936 года рассматривался вопрос о строительстве Дома Совета. В связи с введением дополнительных работ по устройству свайного основания под фундаментом Дома Совета было решено просить Президиуму Калининского облсполкома утвердить предоставленную строительную контору смету и ходатайство перед Народным комиссариатом коммунального хозяйства о выделении дополнительных сумм на производство расходов, не предусмотренных генеральной сметой на 1936 год. В стройконторе Велстрой предписывалось сосредоточить все внимание на сооружении фундамента забой свай произвести и организовать производственный процесс таким образом, чтобы все виды работ, основания, планка столбов, стен, шли параллельно с разрывом не более 10 дней. На совещании также решался вопрос об выпуске стройконторе сва, вывозке леса из чельчайского бора для нужд строительства. Ход строительства объекта контролировал окрас полков. На заседание которого предложались доклады ответственные за работу специалисты. Так, на 15 июля 1936 года было освоено 19% смертной стоимости строительства, на 10 августа забито 35% сва. Вопрос об обеспечении строительства Дома Совета строительными материалами рассматривался и на совещании стройкомиссии 5 сентября 1936 года. Предлагалось вкомандировать в Москву заведующего окружным отделом коммунального хозяйства для реализации нарядов на цемент и просить народный капиталя от хозяйства коммунального хозяйства о его дополнительном отпуске на сентябрь для начатого строительства Дома Совета. При получении пиломатериала стройконтора обязывалась отобрать лучший для Дома Совета. Горсовету поручалось обеспечить строительство новым кровельным железом в количестве 24 тонн. Меры по ускорению строительства Дома Совета были определены на совещании строительной комиссии 9 сентября 1936 года. Это круглосуточный подвоз кирпича на объект, для чего было рекомендовано использовать весь автотранспорт, в том числе машину окрасполкома и 10 подвод и завозок городского коммунального хозяйства. Увеличение количества работ, рабочих занятых на строительстве, в первую очередь калищик до 30 человек, введение дополнительных часов работы, а также подготовка и проведение стахановской декады, использование кранов осени. По состоянию на 15 октября 1936 года на объекте были выполнены вкладка булыжных фундаментов в 136 квадратных метров, кирпичных стен здания, уложено 165 тысяч штук, и земленные работы объемом 232 кубических метра. Выделенные денежные средства на 1936 год были полностью исчерпаны, и поэтому 20 октября 1936 года окрасполком обратился с дополнительным письмом в научно-технический совет при наркомхозе РСФСР по дополнительному финансированию, так как имеется полная возможность в текущем году окончить здание Дома Совета в Черне. Заявка на стройматериалы на декабрь 1936 года для строительства Дома Совета включала по 32 тонны известий и алебастра, 16 тонн эмблицемента. Техническое совещание при окружном отделе коммунального хозяйства от 8 марта 1937 года постановило, срок окончания строительства Дома Совета установить 1 ноября. В ходе строительства возникли неподвиденные трудности с обеспечением стройматериалами. Так, на заседании Великолуфского опросполкома 26 июня 1937 года рассматривался вопрос о покрытии крыши Дома Совета кровельным железом, лимитами получения которого были исчерпаны. Облсполком в поставках стройматериала отказал. Ситуация решила следующим образом. Президент опросполкома постановил раскрыть железную кровлю в количестве 1600 квадратных метров на бывшем скотном дворе совхоза «Искра», употребив его на покрытие Дома Совета. Кровные двора получалось покрыть драмы. Согласно скотному титульному списку переходящего строительства на 1938 год, объем выполненных работ по Дому Совета составлял 59%. От строительства тормозили дополнительные работы, не предусмотренные в проектах и их финансирование. Требовались земляные работы на устройстве дренажа и отвода длинированных вод. Утолщение стен здания в два кирпича вместо полтора, устройство 15 слуховых окон, дополнительных дверей, осветительная аппаратура и другие. В феврале 1938 года из смертного сектора Главного управления жилищного хозяйства Наркомата коммунального хозяйства СССР поступила техническая документация на дополнительные работы. Комиссия по проверке хода строительства и качества работы по Дому Советов докладывала в Калининский область полков, что по состоянию на 1 апреля 1938 года техническая готовность общестроительных работ объекта составляла 67%. Выполнены следующие виды работы. Кирпичная платка 100%, междоэтажная перекрытия 50%, внутренняя штукатурка 40%, заготовленные околы дверей 80%. Также производились железобетонные и штукатурные работы и настил-полоски. Считаем необходимым в Доме Советов, говорилось в акте комиссии, все внимание обратить на окончание и сдачу в эксплуатацию правого крыла и центральной части, чтобы дать возможность все учреждения города перевести в ближайшее время в это здание и в последующую очередь только приступить к левому кругу. Срок завершения строительства Дома Советов без левого круга был определен 1 октября 1938 года. Постановлением Президиума Росполкома от 17 мая 1938 года номер 29 строительство Дома Советов в городе Великие Луки Ордена строительные материалы, выделенные наркоматом коммунального хозяйства для окончания строительства в 1938 году и лимиты капиталовложений с законченным балансом по состоянию 15 мая 1938 года, передано Великолючному горсовету. До начала Великой Отечественной войны здание площадью 4 375 квадратных метров было достроено, но без запроектированной башни. В годы немецко-фашистской оккупации Великий Клуб Дом Советов подвергся разрушению. В целях выполнения постановления СНК СССР от 10 ноября 1944 года номер 1570 о мероприятиях по восстановлению хозяйства города Великой Луки, уже 25 ноября Великолубский горсполком заключил договор с проектно-архитекторно-планировочными мастерскими наркомата гражданского строительства СССР на изготовление технической документации на восстановление Дома Совета. Генеральный план города, подтвержденный постановлением Совета Министров РСФСР 5 мая 1946 года, также предусматривал восстановление главного административного здания, которое было завершено к 7 ноября 1947 года. В нем разместились органы государственной власти управления Великолубской области, образованные 22 августа 1944 года. Спасибо большое. Есть вопросы? Пожалуйста. Скажите, а Троевский собор разобрали в 3.15 или же его вы произнесли? Время во время войны? Окончательно. В 3.16 году? В 3.16 году? Здесь исканное документ. Вы не можете место построить. Нет. В документе было сказано, что приступить к разборке. А между приступить и сделать, и второй вопрос. А какова судьба колокольни Троицкой церкви? В черт меня. Ну это вопрос, как бы не относящийся к этому. Да нет, колокольни. Как раз там рядом стоял. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Не знаете ли, то есть не сможет ли бы ответить, Наталья Анатольевна. А сам проект вам удалось найти? Нет. В Великолубкном архиве нет, да? Понял, извините. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы?